приветище это planet crafter и мы продолжаем сегодня мы с тобой начнем создавать млекопитающих которые будут бегать здесь такими я даже не знаю кем они тут будут олененками маленькими казенками козленками парашками или коровками вот мы сейчас это и выяснили для этого нам понадобится dnk манипулятор сперва нам нужно что-нибудь собрать вот из этих вот ресурсов каждая из вот этого всего это часть одна часть животного например вот вот эти вот личинки это разновидность скорее всего кто это будет то есть баран коза или корова то есть в этом плане или может быть заяц дальше у нас идет вот эти вот все цветы это что-то дает размер существа что-то дает какие-то уникальные особенности биолюминесценция то есть он будет в темноте светиться дальше у нас идут цвета какого цвета будет животное что еще у нас тут рисунок тела вот у нас икра отвечает за рисунок тела и в принципе вроде бы как все второй цвет то есть зебра у нас окрашена в 20 то белый черный вот второй цвет у нас идет как отвечает точнее за это и в принципе все я так понял что само существо мы сможем сделать только из вот этих трех личинок все остальное отвечает за его визуальную составляющие поэтому мы бежим в нашу лабораторию и будем сейчас выводить личинку пчел личинку шелка и редкую личинку они нам очень необходимы помимо этого надо еще заглянуть сюда у нас идет следующий этап это то есть завершающий этап терраформирования планеты а это означает что мы движемся к финалу личиночки тоже ухты а чё это я тут собирался исследовать ну давай исследуй значит нам нужна редко личинка слава богу мы можем произвести фитопланктон c у нас валяется и также нам еще пчела нужно мы как раз необычную личинку только что взяли и шелк для шелка тоже необычная личинка но в принципе сейчас все это будем производить тражу вон она что а теперь настало время вывести нам личинку пчелы пойдем освежим память по поводу ракеты генетической ракеты который разбрасывает живность здесь нужны 6 генетических особенностей все остальное фуфло у меня по моему есть 6 генетических особенностей мы в прошлый раз их вывели из синтезатора сейчас я пойду за ними сбегаю но сперва гляну что там с личинкой она нас чего не 90 процентов все сейчас мы дожидаемся ее и забираем с собой пчелки у нас руках отлично бежим сейчас мы узнаем получим ли мы разновидность или нет извлекаем да у нас есть первая разновидность первого уровня если так можно сказать и теперь мы можем ой не сюда а вот сюда нам нужен цвет давай размер возьмем во первых цвет нам нужен тут вариант есть тоже возьмем рисунок кожи пока не будем трогать цвет б вот и цвет а нам нужен цвет а где у нас цвета а цвета а у нас нету пойдем посмотрим что из чего мы можем его сделать этот цвет а короче цвет а с ним сложности поскольку его нужно выводить из личинок бабочек не всех правда но из большинства возьмем самые простые бабочки вот эти вот одни из первых это бабочка эмель либо шеврон или же пенга кстати в комментариях мне дали дельный совет о том что поскольку у меня планета уже озелено кислорода здесь достаточно я могу избавиться от кислородного баллона он только занимает место вот здесь у меня и как мы видим все круто но этот кислородный баллон мне помогает под водой поэтому под водой я частенько бываю он мне пригодится мне дико любопытно посмотреть что будет внутри ракеты и вообще получится ли у нас сейчас это да вроде всего у нас хватает единственное что это мне бы не хотелось чтобы разновидность вот это вот ушла в ракету поэтому мы ее сейчас выкинем ну наверно давай рисунок кожи все этого достаточно создаем ракету ох ты а почему я думаю что тут будет какие-нибудь животинки ну рыбки очень красочные красивые я бы сказал ну что ж рыбульки вы меня простите но такая ваша участь мне нужно вас запустить в космос чтобы вас там разнесло и останками осыпала эту планету как-то жутковато звучит но это правда полный вперед давай 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 что-то запуск ракеты какой-то беззвучный где звуки то странно но тем не менее она полетела вот это вот я все забираю звук запуска ракет куда-то исчез красота сейчас посмотрим какой дождик нас обольет кровавый зеленый или голубой его знает пойдем посмотрим что там нужно для личинок бабочки потому что дождя никакого не наблюдая ракета просто улетела в космос и все и ничего не произошло личинки бабочки значит нам нужно вот вот пенга а из редкой личинки делается так же как и шеврон и мл но благо эту редкую личинку мне не нужно теперь искать мы можем ее самостоятельно создать нужен всего лишь питопланктон c и мутаген t4 это планктон а у меня здесь c c c c b что-то сашек у меня нету черт придется за ними сплавать зашел сюда в нашу биолабораторию увидел что тут тоже редкая личинка а также вспомнил о том что мы достали на прошлой вылазке чертеж солнечного кварца который довольно легко очень делается поэтому мы его сегодня тоже сделаем чтобы сконструировать вот этот световой короб ну и также надо бы камин сделать мне нужен фитопланктон c он здесь должен быть это план то вот c его желательно побольше бы набрать берем утобрение т2 и знаешь чем прикол что редкую личинку мы можем вывести как здесь вот тут ее создать как и в биолаборатории единственное что здесь нам придется ждать в биолаборатории мы ее должны получить сразу же правильно проверяем все вот она личинка пожалуйста не надо ничего ждать это круто теперь что касается камина бежим за древесиной а то какой камин и без дерева правильно это вообще негоже негоже ну и раз такая пляска пошла мне нужно сера разобраться бы только где она его азотный картридж мне точно нужен будет серо-серос а вот же сера но вот в принципе и все собрано чтобы создать солнечный кварт он создан значит камин у нас будет вот тут вот посерединке по центру ой красота-то какая личиночка заберем красиво интересно по идее это должно давать какое-то освещение также как и куб куб очень здоровенный и поскольку его строить можно везде я думаю что в лабиринтах его тоже можно использовать размещу его наверное вот тут прямо на своей башкой вот как то так о да он очень яркий и освещает капец как сделаем его зеленым зеленый свет всегда приятен как раз к окружению моей планеты продолжаем генетические наши исследования редко личинка у нас в руках теперь нам нужен мутаген и удобрения господи я себя реально биологом каким-то чувствую мутаген у нас здесь а какой мутаген обычный обычный нужен был ах черт подери я совсем забыл что тут сейчас будет рандом играть роль поскольку все эти три бабочки не только эти по моему и другие тоже да люкс тоже по этим же ресурсам создается поэтому сейчас будет любопытно что же мне за личинка попадется бог рандома дай мне нормальную личинку пожалуйста все исследовать но пока наша личиночка в инкубаторе выводится пора бы сбегать в новый пион который мы еще не а у меня что на телепорт есть чё ж я туда бегу то у своих двух пустыня корабль именно туда нам и нужно так и где мы очутились возле корабля значит нам надо за него он туда к снежным горам и водопадом а тут красивенько хочу тебе сказать откуда только начать свои поиски здесь у нас каньон который раньше уже был мы его весь исследовали и теперь с этого каньона мы можем по всей видимости до перейти сюда а там я вижу пещеру это же пещера по моему эта пещера еще и сундучок а я его обыскивал пойдем сюда заглянем это была ложная пещера зря я сюда спрыгнул тогда карабкаемся наверх по вот этим вот огромным лианом корням вот мы снова наверху ну что ж приступим к исследованию интересно под водой есть какие-нибудь пещеры нет тут тут короче вода а личинка редко нет необычная заберем да не пей воду личинку забирай сундук увидел ничуть и тут сундуки генетическая особенность люминесценция обалденно вот это вот все тоже надо бы забрать потому что мы сможем из этого генетические особенности вывести а вот сюда разбирается король лев и рычит на вот это вот все правда тут еще не на кого рычать как-то тут скудненько а еще икра спасибо очень скудненько даже ящиков не встречается какой здоровенный водопад и он уходит куда-то туда он пещеры есть помимо этих пещер я заметил что тут вот еще смотри чё кварцевая пещера по это дико похоже на кварц нет и там а а магнитный кварц то есть это кварцев не обычный а магнитный вот и на что у нас тут мутагены заберем заберем ракеты нам тоже сейчас нужны это тоже забираем и вот у меня все забито мне кстати говорили про сумки про сумки у меня т5 есть какая-то т6 сумка но у меня она еще не открыта возможно ее чертеж нужно найти в лабиринтах я оглядел так что про сумки у меня ее нету нужно где-то найти разблокировать чертеж и только потом я смогу создать эту сумку пещерка оказалась не такая уж и глубокая но очень красочная переливается цвета здесь прикольно по-хорошему надо сюда притащить ресурсы для телепорта и сделать его чтобы отсюда так далеко не бегать думаю здесь я из нет а я лучше мы перелетим на ту сторону кварцевой пещере этой вот и здесь поставим с тобой телепорт и так и назовем его телепорт кварцу т.п. т.п. магнит кварц а все телепорт готов ящик ничуть и как это я его прошлый раз упустил что у нас тут возьмем вот это вот все теперь заглянем сюда можно спрыгнуть мне не хочу не буду пока не дать у не буду болеем тут конечно каньон такие глубокие на спускаться туда не хочу вот она эта пещера я предлагаю отсюда прыгнуть вниз посмотреть что тут у нас за водопадом а а тут ящик ящик это хорошо у какие тут растения то пожалуй вот это я уже собирать не буду мне их дофига а вот агента 4 возьму это хорошо это очень дорого ну и все давай смотреть теперь эти каньоны что тут от нас сокрыто цветочки вот эти нравится прикольненькие вот ничего направляемся внутрь тут же никаких проходиков нету больше о ящик все ящик разновидность у нас появилась еще азотный картридж тоже возьму остальное не надо как классно свет здесь падает прям на ящик вот эти цветочки возьму остальное не буду брать так вижу кварц пульсирующий до пульсирующий кварц заберем чуть-чуть возьму наверно штук 5 чтобы не забивать сумари свои здесь у нас ступики везде идем значит сюда кварц вот мне кстати в комментариях и писали про вот это возьмем как я возьмем про эту пещеру с кварцами разных цветов может быть здесь еще и желтый будет кварц солнечный достижение дали открыть пещеру с кварцем блазарный кварц по здорово но у меня этого кварца дофига на самом деле блазарного так я здесь был до свет падает на ящик мы в нем копошились я здесь был так получается здесь три пещеры я пока что нашел можно глубже спрыгнуть это магнитный кварц это блазарный кварц и пульсирующий кварц до 4 заберем это заберем есть возможность подняться человек вот он ура аллилуйя солнечный кварц его здесь просто сдавались мне теперь его даже создавать не надо обалденно не зря мне в комментариях писали и иди туда ищи пещеры с этими кварцами знаешь еще чего-нибудь как тут красиво-то на счет здесь нету я даже станцию наверно давай танцуй нет это не танец вообще надо по-другому стать вот вот этот танец хочу надо стать вот так мне писали что здесь в пещере есть абсолютно все кварцы но пока что я не нашел зеленый кварц и еще какой-то не нашел но пока танцуем танец победы хочу посмотреть как у какие квартиры вот смотри магнитный нашли блазарный нашли квазарный не нашли но она и все получается остается только квазарную пещеру найти я посмотрим что тут у нас вот это возьмем остальное не будем брать погоди хотя осми можно моего последнее время очень много используем пригодится прыгать туда пока не хочу солнечного сколько я набрал четыре штуки мне хватит пока что если чё потом сюда вернуть вот можно спуститься куда-то еще или мы отсюда пришли я запутился как красиво светится можно кстати водички попить это обезвоживание уже подступает о так про него говорил локти квазарный забираем офигенная пышерка класс на конец то нашли ее инвентарь полно в принципе как бы вот выходит что этот биом очень богат и очень щедр на кварц опа получите ждешь реактивного ранца т4 а разве у меня его не было бежим скорее за нашей личиночкой бабочки как же она все-таки красиво это бабулечка где личиночка забираем и тащим ее к нам на станцию генетики и сейчас у нас по идее должна быть 1 животинка вроде бы я все собрал извлекаем до цвета у нас есть теперь где у нас вот идет все особенности люминесценцию давай добавим раскраски все 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 сейчас впихнем в первое наше существо и так это у нас разновидность это не то вот вариант вариант зато а нет значит нам нужно разновидность у нас есть разновидность первого уровня давай тогда первого уровня вначале хотя подожди подожди поджиг размер я еще хотел размер давай короче мы сейчас сделаем обычное животное то есть без всего без всяких там дополнений просто вот первый уровень животного чтобы понять что вообще они будут из себя представлять а то я сейчас напихаю в него всяких там генетических мутаций он потом сожрет меня нафиг дальше нам нужен цвет а вот он цвет а и цвет б а цвет б нам его надо вывести потому что его весь на ракету спустил и для этого нам понадобятся цветочки вот такие вот которые я набрал большом количестве и сюда цветочки запихиваем это все добро сюда и получаем цвет а размер вот у нас еще появился ну хорошо это все забираем цвета какие интересные да так ну давай вот у нас будет желтого цвета вон и синтезировать днк мы уже сейчас можем давай синтезируем опа новая форма жизни скрафте первую свою днк эссенцию ну вот как эта пробирка выглядит как бы вот мое первое животное коэффициент животных 1000 а че еще написано вставьте его в приют для же а нам нужно приют для животных построить давай смотреть вот он приют для животных вода печатная плата шоку ерунда какая как давненько я сюда не взбирался на свою высоточку отсюда кстати вид изменился поскольку я же там деревья снизу посадил и смотри как будто снежные шарики везде валяются я сюда залез для того чтобы понять где приют поставить наверное все таки в лесу для животных лес это укрытие это от солнца прятаться и все такое поэтому приют наверно где-нибудь вот здесь вот а там камень неудачное место где же его поставить то тогда возле камня чё единственное удачное место мне кажется вот где-то так что прям возле камня его и шлепнуть можно вот так вот ой как он прикольно будет слушай космический зоопарк открыто достижение но это на зоопарк еще не похоже это просто укрытие водопойчик есть небольшой здесь могут животные как бы спать отдыхать вставляем сюда днк капсулу свою и смотрим кто у нас тут появился лай моё первое животное класс надо с ним за селфица так чем мы с ним можем делать вообще можем ли мы как-то с ним взаимодействовать нет слушай нет не можем мы ничего не погладить и вообще никак забавно что у него получается 8 ног он какие-то звуки издает слушай и он всего один что ли у нас пока что он один есть сюда еще могу чуть а ну да я сюда могу еще другие закидывать капсулу днк хотя смотри слышал как он трещит смотри когда я как-то навожу стран прям на него навожу не получается когда вот вот тут вот куда вот так вот вот так и погладить существо могу и получая генетическую особенность него голод 91 из 91 стадия роста он еще и расти будет вау 31 процент это еще малышок получается разновидность один цвет вот такой вот и какую я с ним генетическую особенность или медицинсию я получил 10 уровня за представляешь уже на очки наступает братишь я весь день от него короче не отхожу наблюдая за ним как он растет ночь наступает и и походу метеорит сейчас еще полетит ты главное не сын метеориты это нормальная тема здесь для этой планеты были на этом не надо меня шикать это считай как моя собака домашний питомец собака мой верный дружелюбный друг по крайней мере он меня не сажал поэтому я считаю его другом короче я сделал два инкубатор чтобы ускорить процесс по выведению личинок бабочек а сейчас мы бежим посмотреть вот это вот реактивный ранец т4 по поводу рюкзаков блин он реально у меня был что ли вот я тупица как я в прошлый раз погоди он у меня значит недавно только открылся потому что прошлые разы я сюда заглядывал у меня был последний т5 чё ну давай тогда делать этот рюкзак и реактивный ранец елки-палки ура рюкзак т6 уровня я создал тебя он уже оделся на меня елки-палки смотри сколько у меня еще два раздела по пять слотов добавилось дальше реактивный ранец что там для него нужно вернулся домой за взрывным порошком он у меня тут есть и заодно за бабочками бабулечки идите ко мне вывелось в основном все эмелевые какие-то личинки сейчас сразу же эти личинки закидываем сюда извлекаем почему-то серый ну блин эти бабочки дали серый цвет не очень круто конечно но ладно что имеем то имеем и теперь самому интересному ранец последнего уровня я надеюсь что это последнего уровня он сразу же нацепился пойдем протестируем ну не сильно-то и шустрее он стал летать ну но ощутимо ощутимо кстати ты подрос дружочек мой рост все у тебя слушая рост не нифига он не растет голод у него падает блин он походу надо пожать что-нибудь придумать у меня тут есть кормушки для них пойду короче собирать пшеницу мед все все у меня это есть пойду надо кормушку делать это он с голоду сдохнет одно знаю точно что животным нужна кормушка они никак не вырастут собираем пшеницу потом мне нужен мед вот мед братёнь я притащил те кормушку прямо вот тут вот ее и поставлю вот так вот хавай или сюда что-то сюда ну давай пшеницу пшеницу затолкаем пшеницу то ты будешь хавать написано что животные могут есть пищу помещенную в кормушку для животных а какую именно для каждого животное свадьба пища должна быть может кто-то шоколад предпочитает они пшеницу если животные голодны они не будут проявлять признаки признаки чего не будут расти не будут генерировать значение от реформации и животные могут животные могут ешьте то же самое что можете есть нормальный перевод короче животные едят то же самое что и ем я все понятно то есть они могут и шоколад поесть могут и пироженки и суп и все остальное ты куда делся друг мой ты раз во голод у него нормально и сразу начал расти 40 процентов стадия роста не понимаю стал он крупнее или нет но в будущем увидим получается что я все разблокировал вообще все разблокировал за исключением вот это вот экскаваторная платформа используется для воссоединения с кораблем на орбите нужно 5 тити ай 5 тити ай это конечно космическое значение потому что у меня сейчас 1 и 54 титя и ну что товарищи лаборанты и генетики приступим к выводу новой животинки во первых во первых редко личинка сюда у нас появилась генетическая особенность необычную личинку это же сюда затолкаем размеру нам добавят сейчас будем делать с некими мутациями животное во первых разновидность толкаем 3 уровня уже подбавим ей размер размер добавим дальше цвет а серый у нас будет цвет б коричневый есть генетическая особенность вариант второго уровня пускай будет и в этот раз я хочу добавить но можно люминесцентную давали миссенсу добавь мне 10 уровня это слишком конечно у меня где-то поменьше вот восьмого уровня и окраску генетическая особенность вот окраску такую сделаем вроде бы как все синтезируем готово пойдем заселять его в свой новенький домик сейчас посмотрим кто у нас получился из всего этого намешали конкретно конечно дружбан ты где есть где бродишь где-то вкусно вот эти не запалил чего у тебя 41 процент роста растет не так быстро как хотелось бы но это все нужно время о черепаха олененок рогач какой-то у меня вышел из всего этого и смотри у него окраска люминесцентная он должен светиться ночью его теперь проще будет найти надо его погладить чтобы он дал мне генетическую какую-то штуку как это сделать пока ухрюкает забавная штука ну чего тебя теперь пассажир тут появился он чтоб дружили и не обижали друг друга да я тебе поглажу блин как это неудобно сделано тут сейчас вообще его походу нельзя погладить он ядовитый что-то погладить все дал мне генетическую особенность но блин из-за этой кривизны то что вот как-то криво сделали вот эту штуку я не могу посмотреть счетом 30 процентов роста по еде у него вроде все там бог что он нам дал вариант о можно еще сделать животинку хороший олень попался дал нам сразу генетическую штуку так заки а это вариант все лишь тогда пошел я делать редкие личинки блин это как-то странно я второй раз уже вывожу личинки бабочек и а мне выводятся одновременно одинаковые там пенка и тут пенка и как будто вот эти инкубаторы связаны говорят давай сговаривают знаешь таки давай выведем одинаковых личинок а ну давай и выводят не засранцы я в общем собрал и личинок и редких личинок сейчас мы все это синтезируем вот так вот так вот так все делаем отлично вот из этой личинки тоже извлекаем сейчас пойду за цветами еще сбегаю из цветов можно принципе вот и из кварц тоже и одесса не помню кварц они только квазарный кварц и магнитный кварц и они дают бельминесцензу но в принципе бельминесцензу и мне не так интересно так что вот это все извлекаем и вот на основе этого мы сейчас сделаем новый вид животинки разновидность третьего уровня дальше цвет цвет а у нас будет белый интересно цвет б коричневый добавим генетическую особенность размер 3 раскраску конечно же бельминесцензу добавлять не будем не не сильно это нравится поэтому вот такая вот генетическая капсула у нас получилось кстати ночь наступила ща посмотрим светится он для наш олененок ого и чистенько ты светишься красиво почти как обычный фонарь конечно такое себе сравнение но тем не менее кидываем сюда и смотрим кто нас блин еще один олененок такой же но но он без люминесценз и и окрас у него немножечко другой белый вот снизу он белый такой как на зебру похож ладно если это мальчик и девочка то в принципе они могут уже и плодиться если они могут это делать конечно у этого стадия роста 45 процентов по моему он стал крупнее продолжаем выводить животных и знаешь что я понял я понял что третий уровень это именно то какие животные у нас получается то есть третий уровень это оленята которых мы уже два штуки запилили и сейчас по ходу будет 3 и по такому поводу размера мы ему не будем задавать мы ему просто вот свет зададим и все без без всяких вообще мутаций просто вот синтезируем его смотрим чего у нас из этого получилось если это действительно будет обычный олень то как бы понятно какие дальше разновидности выводить закидываем это сюда смотрим а у него нет рога то есть вот обычная форма этих животных без рогов и лицо у него почему-то напоминает кошачья они олененка ладно допустим надо кстати погладить и того и этого личинки не хавать и размер я ему не задал и он увидишь какой стандартный размер у них вот такой вот то есть дайте поглажу братьюнь эти надо погладить как-то вот линтическую особенность дал и и и и где еще животинки то ребят вы где ходите то полин зря их походу в лесу посадил а я их теперь фиг найду один вот он ходит а вот и второй да и он с врагами дайте тоже поглажу что вы мне дали бельминесценцию и генетическую особенность рисунок ясно короче по генетике я предлагаю остановиться и карточки доступа взять и проверить будут ли они работать в других телепортах капец только я собрался отсюда свалить и метеоритный дождь погнал в общем вся посмотрим какой-нибудь простенький лабиринт простенький телепорт без всяких заморочек вот вот этот вот редкость один сложности были на счет так сложно-то можно мне попроще что-нибудь редкость 5 а сложность там вот сложность 2 но давайте другую редкость редкость хочу какую-нибудь очень сложно вот нет этот капец вообще такие бывает редкость 5 а сложность один нет по моему такого не бывает ничего очень другое сложность дайте мне единицу не хочу там ковыряться очень долго короче вот сложность двойку я нашел я думаю что этот телепорт мы откроем и помчали пить хочу интересно там будет вода или нет но если чё вернусь 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 ухты а я воду с собой нет вот я с собой не брал есть тут лужа где попить бабочки бабулечки скажите мне есть тут лужа сейчас максимально попробую взлететь вверх чтобы всю карту увидеть бабочек тут конечно там еще лягушки все это максимально выше он там вот я нашел он там вот нашел попить здесь ничего короче нету да ладно значит у нас одна вон там ну пошли тогда туда вначале пойдем сходим посмотрим что у нас тут нам просто дверь нужно найти по быстренькому очень по-быстренькому другую сторону нет другую сторону нельзя сходить дверки дверки с сейфами дверка с сейфами не 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 что-то не видать пока ничего похожего на дверки с сейфами куда я вообще забрал надо ли было на мне тупик это тупик сюда сгоняем тоже тупик вот этот мы возьмем пожалуй сейчас буду разбрасывать буду разбрасывать сразу тут покажу что это тупик вот красный цвет там тупик ребятки туда не ходим смотрим что тут подобное мы уже где-то видели в каком-то лабиринте тут просто круг значит нам сюда все ящик это у нас бабки берем тут мы были получается нам либо туда либо сюда тут тут тупик удивительно даже теперь значит сюда но по идее сложность должна быть простая я не должен тут путаться так что все должно найтись быстренько учитывая что у меня теперь огромный опыт по прохождению подобных лабиринтов и в комментариях писали что у многих от этих лабиринтов башка болит теперь ты представляешь что со мной происходит когда я тут бегаю часами этаж я тебе еще монтирую а я-то тут сутки про практически провожу этих лабиринтах по ощущениям часа часа два я в прошлый раз бегал в этих двух лабиринтах этом чуть с ума не сошел и после этого психотерапевт понадобился вот и и я чё путаться да я путаться начал это не очень хорошо здесь мы были были ящик надо разобрать все у нас только прямая линия вон туда вот прямая линия с президентом а все понял где понял как тут мы были были значит только туда дайте мне уже эту дверь сейфом с кодом с замками совсем барахлом этим не просто карточки проверить нужно тупик ясно значит нам другую сторону нам сюда да вы издеваетесь блин капец специально телепортнулся чтобы открыть дверь карточка и тут такая подстава что-то тут есть ничего нету ладно там есть еще второй разбитый корабль сейчас туда сгоняем так погоди походи походи пошли в другой кар я короче извините не буду тут вот это долго выходить отсюда как-то что-то искать где тут проход он туда нам надо я за багаюзию немножечко пожалуйста винтовая вниз лестница к чё ты видел пчелки гигантские летают взрослого особь так значит спускаемся мы вниз тут как-то светло даже а дальше уже темнеет я понял и начинается опять и те же самые лабиринты ну чтож ищем дверку мне позору вот это я заберу мне пожалуйста дверку с замком сраны лабиринты я был да ну нет нет ну почему ну за что вы так со мной короче в этой серии мы с тобой не выяснили подходит ли вот эти вот карты доступа к другим порталам печально конечно но что поделать в другие лабиринты я уже сегодня не полечу и так очень длинный ролик получился поэтому если понравилось и ты хочешь увидеть следующий ролик а в следующем ролике мы будем выводить новых животных я подготовлюсь и мы будем заниматься выводом новых животных ну и конечно же переформировать точнее продолжать реформировать нашу планету чтобы открыть экскаваторную платформу и посмотреть что же она дает это последняя из того всего что нужно открыть на этой планете и скорее всего будет финал очка так что следующая серия будет финальная поэтому еще раз ставь лайк подписывайся и мы увидимся с тобой в новом ролике так что до встречи а